Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня я решила еще раз вернуться к рецепту запеченных томатов. И так как я уже попробовала, я вот говорила, что я испытаю казанова, получится он или нет, так как я уже все попробовала, продегустировала и приготовила, и продегустировала, я вам сейчас расскажу, какие сорта можно использовать для этого рецепта. В этот рецепт я влюбилась сразу. Я до этого, да, про вяленые томаты я слышала, но готовить не готовила, ну как-то все откладывала, а про запеченные томаты, вот такие же в масляной заливке, я не слышала ни разу. Но этот рецепт подошел мне идеально. Я вчера говорила вам, что я положила их, залила там вот этой заливкой с чесноком, и уже через несколько часов попробовав их, я убедилась, что да, действительно, они вот, все это смешивается, чеснок, травы, масло, томаты, пропитывается вот этой вот, ну всей смесью, заливкой, приобретает такой изысканный, такой вот пикантный вкус. Прочитала всю информацию. Эти запеченные томаты считаются деликатесом, так же как вяленые. В Италии их заготавливают в огромных количествах, потом применяют для пицц. Вот видите, как удобно, вот эти вот, они, они не как вяленые, не сухие, а именно они вот такие мягкие, но уже вот этой лишней воды нет, и когда при приготовлении пицц их укладывать на лепешки, они не текут, ничего, в них все приправы. Ну, короче, идеальный полуфабрикат для любой вот этой кулинарии, что в кулинарии, где используется вот этот томат, он везде применяется, за границей, оказывается, это очень распространенное блюдо, еще раз повторюсь, деликатесное, подают и к мясу, и к рыбе, и к макаронам. Но я хочу сегодня вам рассказать, какие сорта лучше всего использовать. Конечно, можно запечь и заверить любые сорта, но крупные, они более стекают соком, их дольше готовить, и лучше всего выбирать, конечно, вот такие пальчиковые сорта. Вот я делала казанова, вот хочу вам показать, вот такой получается казанова. Казанова сорт подходит идеально, он быстро высыхает, в нем мало жидкостей, но в нем остается много вот эта мясная прослойка, он такой мясистый. Вот у кого тонкая стенка, получается одна шкурка, я уже испытала все сорта. Очень хорошо получилась мараханская кисть, она как курага, видите, получилась, но она более сочная, видите, вот эта толстая стенка, она вся у нее остается, в ней нет только воды, пожалуйста, заливай маслом, перекладывай там специями и закуска на зиму. Это именно закуска, а не солонина, это еда. Вот я почему не люблю солонину? Ну, во-первых, все знают, что много соли есть вообще вредно, а людям пенсионного возраста, тем более надо ограничивать себя в соли. И я вот все соленые огурцы, помидоры, ну сколько, ну можно один огурчик съесть, ну два. А это именно еда, закуска, можно к мясу, можно к рыбе, пожалуйста. Пожарил котлетку, положил картофели на несколько этих, но очень вкусное. И вот почему я говорю, что я влюбилась в этот рецепт, что это именно не солонина. Смесь вот соли, перца и вот этих приправ превращает ее именно в блюдо, в такое какое-то изысканное, необычное. Но я про сорта опять начала. Вот мараханская кисть получается идеально. Идеально получилось у меня, уже в банку разложила, денежное дерево и мисс Америка. Они такие же, вот такие кругленькие, хоть говорят, что лучше пальчиковые сорта, но если они небольшие, вот такие, как у меня есть полюс, гном, они тоже идеально подойдут вот для вяления и для вот такого, как запекания томатов. Я убираю семенные камеры, но можно не убирать. Если не убирать, у вас просто дольше будет время запекания, потому что вот эта влага, она испаряться будет очень долго. А у меня они без влаги. Я ставлю на 150 градусов, нашла уже идеальную температуру. 45-50 минут стоит и там уже смотрю и вынимаю. Если нужно более сухое, нужно делать час. Если нужно вот такое, как у меня, видите, она как курагану, мясистая такая вот, как не в засушенном виде. 45-50 минут. Повторю еще раз, для тех, кто вчера не видел, я вот делаю смесь, сюда положила 2 ложки соли и 2 ложки сахара. И сюда же добавила, чтобы отдельно не посыпать травами, смесь трав, ну вот у нас она называется хмели-сунели, можно составить свою. Я просто беру рукой, нигде точного рецепта не написано, вот, например, сколько соли на килограмм. Я беру вот так своей рукой и просто примерно на глаз присыпаю. Ну, делаю так же, как мы делаем при приготовлении, например, духовки еды. И вот после того, как я все вот это посыплю, хотя в рецепте в первоначальном указано, что нужно смазывать маслом противень, сверху сбрызгивать помидоры маслом, я лишний раз маслом ничего не сбрызгиваю. Просто на чистый вымытый противень наложила, посыпала. И все ставлю. Вот вчера 5 партий сделала. Получается идеально. Ставлю в духовку, ставлю 150 градусов. Если уже в нагретую, то 40-45 минут. Если в холодную и потом ставлю температуру, то сейчас все вынимаю, остывают. Укладываю в банку, пересыпаю чесноком, ну, давленным таким, заливаю растительным маслом. Все, прекрасная закуска, прекрасная еда, деликатес под названием запеченные томаты готова. Ну, не знаю, я говорила уже, что рецепт запеченные томаты по-провански, но мне даже называть неудобно это название рецепта, потому что я его полностью изменила, весь, весь, ничего прованского там не осталось, ни морской соли, ни прованских трав. Ну, значит, это будут просто запеченные томаты. И еще, так как я всегда меняю что-то или добавляю в рецепты, я вот, кроме красных, везде в интернете показывают красные, я сегодня хочу попробовать желтые томаты, как они будут, такие же или нет, они же еще более сладкие. И хочу попробовать в следующую банку добавить также запеченный перец. Улучшит он вкус этой закуски? Или, может быть, его не надо будет? Обо всем потом вам расскажу. Пока что вот это был разговор на тему, какие сорта подходят. Вот Казанова подошел идеально, уже можете знать, Мараханская кисть, Денежное дерево, потом Мисс Америка, вот это у меня перцевидный желтый, сейчас попробую. И потом попробую все сорта, которые у меня есть, вот у меня там осталось челнок пальчиковый, дамские пальчики, и скажу вам, стоит ли нет их запекать, потому что есть некоторые томаты, которые текут. Ну, как я поняла для себя, я сделала вывод, те сорта, которые идеально подходят для консервирования, про которые я говорила, что вот они плотные такие, ну, такие структуры у них не размываются, они в банке не текут, те можно без ущерба, без отходов и вялить, и, как сказать, и запекать. Вялить-то проще, они там несколько дней лежат, они постепенно, а запекать тут сложнее, мы же ставим температуру высокую, и если мягкотелый томат, он, мне кажется, может расплыться и весь поплыть. Но пока вот эти, которые я испытывала, прекрасно держат форму, прекрасно запекаются, идеальный на вкус, деликатес готов. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Субтитры сделал DimaTorzok